В нашу компанию как настоящий лётчик-истребитель. Он и сейчас слетает. И за ним взлетели многие. Внимание на экран. И за ним взлетели многие. 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 Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. Самое лучшее, когда после выступления, сколько радости. В принципе, можно уже уходить после такой встречи. Спасибо вам огромное. Вы знаете, настолько сложно, честно говоря… Хорошо. Настолько сложно говорить, хотя для меня этот зал практически родной. Десять лет назад я стоял на этой сцене еще в Ултимом, в одной небезызвестной компании. И был много раз на этой сцене в разных квалификациях. Но сейчас я страшно волнуюсь. Я даже забыл, где и когда я родился. Историю напрочь. Сейчас будем вместе вспоминать. Потому что моя история очень забавна тем, что я, наверное, коллекционер всяких проблем и неудач. И если я, ну скажем так, что-то понял только по одной простой причине, я сделал все возможные ошибки, какие только можно было сделать в этом бизнесе. И в жизни тоже, кстати сказать. Все, что можно было сделать неправильно… Вы даже еще не знаете, что можно было делать неправильно. Но я это уже делал. Начнем с того, что… Это, конечно, неожиданный факт, но я родился. Родился я в семье. Отец у меня был военный, мама инженер-строитель. В Мурманской области есть такой город Кола. Папа там служил. Когда я родился, мамы дома не было. В принципе, никого дома не было. Мама была в роддоме. Ну, дальше было детство. На севере оно не босоногое, но тоже такое всякое разное. Я практически ничего и не помню. Болел, часто говорят. И перевели к Акбатсану, другое место службы, на юг. И тут начало выясняться о том, что у меня есть определенные нарушения в координации. То есть я не очень координированный был ребенок. Это выяснилось. Меня привели и сказали, ну, ничего страшного, с этим люди живут. Будет у вас немножко не координированный. И как у меня спрашивают, а кем ты хочешь быть? Я говорю, летчиком. Ну, мама сразу успокоилась, поняла, что такого не возьмут в авиацию. А папа как-то так, он говорит, ну, тогда тебе нужно спортом заниматься, чтобы развивать координацию. И меня привели в спортивную секцию. Папа говорит, он не для рекордов, так, чтобы координация у него была, чтобы пальцем в нос попадал. Тренинг говорит, вы идите, мы с ним разберемся. Он меня так берет за руку, я помню, приводит. Он говорит, смотри, вот это лучший мальчик в группе. Смотри то, что он делает, делай в два раза больше, и ты будешь лучше него. И это правило потом по жизни работало всегда 100%. Оно мне страшно помогало. Но это была не первая проблема с координацией. Я стал попадать пальцем в нос, как вы понимаете. Сейчас тоже еще не промахиваюсь. Второй, третий класс школы выясняется, что у меня есть проблемы с логическим мышлением. Поскольку я учился в спортивной школе, все считали, что мои плохие оценки – это просто соревнования. А потом выяснилось, что это не просто соревнования, что я просто не понимаю, если там 10 разделить на 2, чему оно равно. Понятия не имею, честно говоря. Ну, сейчас-то имею, а тогда я понятия не имел. Сначала спасался зазубриванием, а потом вычислили это дело грамотные психологи. Опять повели меня по психологам, врачам. Говорят, ну что вы, нет у мальчика логического мышления. С этим тоже живут. Не дано ему. Вот это зря они сказали. Это очень зря они сказали, потому что я на них обиделся. Мне говорят, что ты так не любишь врачей и учителей? Это с детства. Да, да, да. И я, собственно говоря, обиделся на них и думаю, буду развивать логическое мышление. Благо, что это не сложно. Правая рука – левая полушария, левая рука – правая полушария. Ноздря – левая – левая полушария, правая ноздря – правая полушария. Все очень просто. Развивал, развивал. Поступил в физико-математическую школу. Но начались другие проблемы. Во-первых, меня все считали, ну, если не дураком, то придурком. Потому что в спортивной школе пойти в физико-математическую, ну, что-то не то. А в физико-математическую ходить в спортивную школу тоже ненормально. Во дворе, понятно, что тоже смешная ситуация, к тому же я не умел кататься на велосипеде. Ну, координация еще не так сильно восстановилась. И мы ему, други Мишки, купили орленок. И он говорит, Леха, я тебя научу. И стал меня учить. Из жалости над моими уроками уже дети во дворе говорят, смотри, как это делается. И стали показывать, и сами научились там. Начали кататься на Мишкином велосипеде, разбили велосипед в хлам. Я еще не умею. И Миша, я помню, потрясающе совершенно лет, где-то ему, наверное, 12. У меня на год старше был. Рядом стройка, он берет кусок мела, такой, как бы, азбез, не знаю, кусок плиты такой. И на асфальте мне пишет. Он говорит, смотри, всем нормальным нужно 10 попыток, чтобы научиться кататься. А тебе 100. И он пишет. Если ты сделаешь тысячу, будешь кататься в 10 раз лучше, чем все они. Та же самая формула, заметьте, тоже легла в голову. Научились кататься на велосипеде. Подходит к делу к окончанию школы, вопрос, куда пойти учиться. Физмат и МГУ, все замечательно. В летное училище. Ну, мама, как бы, в слезы. Отец говорит, не переживай, его не возьмут. Он хочет в истребительный, он ростом не вышел. У него очень большой рост, он в кабине не поместится. Я смотрел специально медицинские приказы, он не проходит по росту. Зря он это сказал. Приказ был метр, ограничение, метр восемьдесят пять. Вот. Точнее, метр восемьдесят три тогда было. Метр восемьдесят три. Вот. А у меня было метр восемьдесят пять уже. Но у меня было два года. И я стал тренировать мышцы спины. Вы же знаете, что вечером спина короче, точнее, рост короче вечером. На два сантиметра как раз. А утром, соответственно, с помощью мышц можно сделать то, что вечером делает закон всемирного тяготения. Научился я уменьшать на два сантиметра длину позвоночника. Но за это время я подрос на два сантиметра. И когда я приехал в училище, первый там хирург проходит. Он говорит, тебе повезло. Только-только весной приняли новый приказ о расширении допуска. Теперь метр восемьдесят пять можно. Я до сих пор знаю, что приказ приняли, потому что я очень хотел поступить. Потому что мне сказали, что я не поступлю. В училище, когда я поступал, я тоже прошел там чуть ли не по крайней группе профотбора. Ну, сказалось, физико-математическое образование, нарушение координации. Мне говорят, вряд ли ты научишься летать. Зря они это сказали. Пока все там чем-то занимались, я в ленинской комнате летал в голове. Летал, 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 долетался. Я вылетел седьмым в полку. Все было замечательно. Любимая профессия. С радостью уходил на работу, с радостью приходил с работы. Все было чудесно и здорово до тех пор, пока не случились определенные перемены. Знаете, у китайцев, ну они мудрые люди. У них есть такое проклятие, чтобы ты жил в эпоху перемен. Вот у нас случились определенные перемены. Я как сейчас помню. 18-го, не, 14-го июня. Утром до построения приходим. Служил тогда в Средней Азии, в Казахстане. А Ягос, есть такой городок на Турксибе. Приходим мы на построение. Нам говорят, теперь вы казахские летчики. Мы вас поздравляем. Прихожу я домой, посмотрел в зеркало. Летчик, может быть, я и летчик, но не казахский. Надо как-то, я понимаю, что надо как-то уходить. Тоже длинная история. Как-нибудь отдельно вам расскажу. Много смешного. Потому что уходили долго. Там получилось ранение, контузия. Все нормально. Но на общую картину и налегло. То есть, представляете, в школе, допустим, после физмата МГУ иду в летное училище, мне говорят, дурак. Ну, понятно. Ухожу из армии. Они говорят, три года до пенсии. Долетаю, у тебя будет пенсия. Я за три года недолетываю и ухожу. Они говорят, дурак. Пошел. Ну как, я пришел. У меня сложилось впечатление, что меня на гражданке не ждали вообще. Поэтому я качалок военный. Деваться было некуда. И военных первая мысль какая в голову. Кого-нибудь охранять. Вот я пошел охранять. Мне повезло. Гораздо больше, чем ребятам нашим, кто нам здесь помогает, охранникам. Потому что они вас охраняют. А я охранял проституток. Вот. Очень было классно, с исключением одного, что они все пахли одинаково. Дезодорант у них был один на фирму, видимо. Или покупала фирму, закупала. Не знаю. А так все было замечательно. Работа не пыльная. Вот. Но. Не слышно. Интересно, что вы там хотите хорошего слышать из моей истории? Я проституток охранял. Что там может быть интересного? Что вы хотели услышать? Подробности? У нас такого нельзя. Нельзя. Нельзя такое на работе. Вот. К тому же у меня жена была любимая в то время. В смысле, любимая она и сейчас, но уже не жена. Вот. Когда я служил на Украине, я учился на Украине, служил на Украине, дочка родилась на Украине. Украину я люблю. Вот. Не знаю, как она меня. Ну и вот, собственно говоря. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо огромное. Спасибо. Вот. И по большому счету я не нашел ничего лучше, чем взять хохлушку. Но я тогда еще не понимал. И взял хохлушку с запада. Западенку взял. Вот некоторые понимают. Но не все, видимо. У вас и будет возможность, как бы так, сравнить восточных хохлушек и западных хохлушек. Мне повезло больше всех. Замечательная девушка с западной Украины. Вот. Видимо, решила чем-то москалям отомстить, вышла за меня замуж. Но это еще не вся беда. Беда еще в том, что у меня мама хохлушка. Хотя и восточная, с полтавщиной. И вот две хохлушки на одной кухне. Я могу вам сразу сказать, никогда не повторяйте моих ошибок. Это перебор явный. С одной-то там на кухне лучше не заходить. А две-то лучше домой не приходить. Там порядок, чистота, все приготовлено, но лучше домой не приходить. И такая-то, знаете, вот с родителями живем, денег совсем мало, плохо, все, на нескольких работах я работаю. И думаю, пойти учиться. Логике же первой надо учиться. И я пошел на экономический факультет. Работаю, там всякая-всякая разная жена, она в двух школах работает. И все равно не получается никак концы с концами сводить. И многие из вас знают эту замечательную историю, как в замечательном городе Уфе я наткнулся во время командировки на одного человека, который мне просто в голове взорвал бомбу. Просто. Нескакими словами, нескакими фразами просто разорвал мою голову. Есть, гуляет эта история, собственно говоря, не хочу сейчас на это тратить время. Я скажу только одну вещь. Он мне вдруг объяснил, что можно так организовать дело, что доход будет идти, а работать ты уже не будешь. Назвал он это пассивным доходом. Это настолько для меня, выросшего в обычной совершенной жизни, настолько была совершенно сумасшедшая мысль, что я ее купил. Ну, как вы понимаете, да? Я человек такой, у меня есть определенные странности. И я купил эту странную мысль. Как бы так вот продолжать получать доход, не ходя при этом на работу? Да что ж такое-то? Мне так кажется, что первые ряды глохнут, а дальние не слышат. Нет? Нормально все? Да, нормально? Хорошо. Рука бойца колоть устала. Держать микрофон еще нет. Так вот. Дальше все развивалось очень просто. Я приехал, дал себе слово, что никогда больше в жизни я на оклад не вернусь. Ни на какой работы, на зарплате я работать не буду. Сумасшедшая мысль, достойная меня. Много раз потом жалел о том, что такая мысль пришла мне в голову. Но, слава богу, на работу я больше не вернулся. Я начал заниматься традиционным бизнесом. Более-менее дела пошли нормально, но чем больше я зарабатывал, тем больше я работал. Чем больше был мой бизнес и чем он успешнее был, тем больше я работал. И ничего со временем поделать я не мог. У меня становилось, ну как с детьми, знаете, маленькие детки, а там большие детки, большой бизнес. Даже отдохнуть не удавалось. Потому что в те времена, сейчас может быть все попроще, но в те времена, ну из 10 сделок одна проходила. И то не всегда. И много чего было смешного в те далекие времена, там первые половины 90-х годов. Поэтому я там денег начал зарабатывать, но вот свободы, этой вот свободы, я там не нашел. И до сих пор не вижу у людей, которые занимаются традиционным бизнесом, свободы. Но есть куча обязательств. И вот эта сумасшедшая мысль не давала мне покоя. Где же эта легенда об остаточном доходе, о пассивном доходе? Я же хочу уже, вот где оно? И попадает на меня на голову сетевой маркетинг. Попадает он определенным образом, потому что я такой нормальный человек, совершенно предприниматель. Вот, периодически ко мне подходили люди и говорили, а хотите бизнесом заняться? Причем одеты они были, знаете как? Ну, я не знаю, может в строительном где-нибудь они там строителями подрабатывали, я не знаю, вот так вот примерно. Подходит такой заяц, или он надел костюм, в котором он был на выпускном вечере. Или свадебный. И у них была отличительная особенность, красный галстук. И он подходит и говорит, хочешь бизнесом заняться? Я тебя научу, он говорит. Я говорю, а что за бизнес? Он говорит, наша компания выплачивает 72% с товара оборота. Нам. Я говорю, вам. 72, 72. С товара оборота, с товара оборота. Я говорю, у тебя какие-нибудь экономические познания есть? Нет, мне это не надо. У нас великая компания, я говорю, понял, до свидания. И так я от них уходил. Но продукт, продукт. Понадобился продукт моей маме. Мама тяжело заболела. Она на севере много болела. Вот. Заболела здесь. Все перепробовали. Один мне говорит, слушай, есть продукт. Есть продукт. Тетка моя пила. Там тоже были проблемы с иммунной системой. Все хорошо. Ну, я пошел, купил. Прихожу к маме, говорю, мама. Говорю слово, чей продукт. Мама в слезы, говорит, сын решил меня отравить, чтобы я не мучилась. Вот. Пошел я к врачу, говорю, вот есть такое слово, произношу это слово. Вот их продукт. Есть, маме хочу дать. Он говорит, ни в коем случае. Я говорю, хорошо, а что, если все уже перепробовали? Что вы имеете против этого продукта? Вот, мне нравится действие врача. Он берет в руки баночку, читает. Говорит, ну, в принципе, здесь нет ничего, что ей навредит, хотя нет и ничего, что ей поможет. Поэтому, если тебе некуда девать деньги, можешь попробовать? Говорит, маме можно. Пейте. Вот, деньги у меня были, я покупаю маме, заряжаю, она нормализует давление, все вот то, что Олечка замечательно рассказывала. Вот, слушал Олю, если бы я был таким умным, как Оля, еще имел бы такую энергетику, как вот у Марины Яковлевны, такую замечательную команду, как у Иры Гейер, я бы уже, наверное, давно-давно исполнил все свои мечты. Но Бог не дал мне таких способностей. Вот, и, собственно говоря, я еще контракт заключил, знаете, чтобы на школы проникнуть и понять, что там за продукт. Мне рассказывают, много людей умерло уже, только об этом не сообщают. А с другой стороны, говорят, это панацея, лечат все прям. Если голова болит, пьешь, попа болит, тоже пьешь. Причем то же самое. Я говорю, странные вещи. Ну, заключаю контракт, прохожу на школы, а там, говорит, школа по бизнесу. Я говорю, понятно, это мне не надо, на школы по продукту. Что же за продукт такой? И изучаю, изучаю, изучаю. Тут меня ловит один замечательный товарищ еврейской национальности. Вот, Осип Микибель, говорит, что ты тут такой ходишь, бизнесом не занимаешься. Я говорю, где вы здесь бизнес видели? Ну, купил баночку дешевле, продал дороже. Это понятно, это заработок, а бизнес где? Он, ага, сейчас я тебе расскажу. Берет желтую тетрадь, как сейчас помню, красную ручку и начинает рисовать кружочки. С кем было? Он рисует, да, рисует, рисует, рисует. Я потом три дня не мог спать, три ночи, в смысле, не мог спать. У меня кружочки, 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 кружочки. Я понял, что с помощью этого я могу реализовать свою мечту. И я заболел. Собрал всех своих друзей. Говорю, ребята, начинаем сетевой маркетинг. Это сумасшедшая вещь. И так далее. Они говорят, Леха, ну, мы понимаем, тебя в свое время накрыло, как бы контузило. Ну, не всеми так было, собственно говоря, понимаешь. Ну, ранен, ну, контузило. Помним, тогда тебя накрыло основательно. Еле откачали. Ну, пей, ну, нас не трогай. Вот. Я, собственно говоря, без друзей как-то начал. Первая мысль какая была? Надо офис снять. Ну, я же с бизнеса пришел. Офис надо снять. Нормальный офис, куда люди должны нормальные цивилизованные приходить. Снял офис. Людей каких-то набрал. Стояк полный. Я говорю, а вы что? Они говорят, мы не можем офис открыть. У нас столько денег нет. Открой нам офис. Я говорю, хотите, я вам врача дам? Я их тогда опять не полюбил. Ничего это у меня нет. То есть я повторял все, что можно повторить. Где-то примерно 2-3 года я не зарабатывал особо денег. Так покрывал свои издержки. Жена ушла. Ну, сказала то же самое, что и все. Что я странный очень. И ушла. И я, собственно говоря, такой совсем освобожденный стал. Думаю, ну где-то же есть эта правда, как этот бизнес делать там. Все-таки как-то, что идея-то хорошая. Ну, со спонсорами не повезло. Я четырежды дистрибьютор, трижды супервайзер одной замечательной компании. Три раза подписывался. Переписывался. Вот, кидали там, все разное было. Ну, еще у меня на последние деньги собрался, заначки достал. И поехал я в Америку. Вот, в ихнюю Америку, на родину этого бизнеса. Приехал, и мне страшно повезло. Вот, мне не везет хронически во всем, за исключением людей. Но людей мне страшно везет. Я встречаю человека, который меня просто вот сделал экскурсию по сетевому миру в Америке. С людьми познакомил. Потрясающие вещи. Я своими глазами многих видел. Голову сломало полностью. Я как бы оказался, вот вы сейчас здесь видите многих-многих людей, кто выступал до меня, кто еще будет выступать. Совершенно замечательные люди. Я знаю, что вы чувствуете, что в свое время я оказывался на таких событиях в Америке. Я видел своими глазами этих замечательных людей. Вот знаменитая история, которую многие рассказывают. Я ее видел своими глазами. Кстати, у кого, вот женщины, кого мужья не поддерживают. Есть у кого мужья против? Вот. Значит, рассказываю историю живьем. Пару называют. Именитая пара с многими деньгами, вот, и так далее, и так далее. Выходит на сцену, муж сразу бросается к микрофону, жена идет и садится такой стульчик. Вот здесь, кстати, жаль, стульчика нету или чего-нибудь такого. Стульчик такой барный, без бара можно, но стульчик это удобно. И она так на стульчик садится, муж сразу к микрофону, там что-то рассказывает интересное. Люди радуются, записывают, что-то хлопают. Говорит, ну, в конце, так, говорит, на часы в конце, пару слов скажет моя жена. Жена подходит к микрофону, говорит, поскольку осталось действительно пару слов. Вот, она говорит, в зале есть люди, женщины, которых мужья не поддерживают. Там тоже лес рук, у них в Америке та же самая ситуация. Там мужья, да, кстати, не надо там мужей искать, там такие же. Вот, и, собственно говоря, она говорит, я вам тогда сейчас расскажу историю. Когда я начинала бизнес, это был мой бизнес, вот, когда мы перевалили за чек, говорит, я перевалил за чек 10 тысяч долларов, это стал наш бизнес. Муж подключился. Говорит, а когда наши чеки перевалили за 100 тысяч долларов, это стал его бизнес. Поэтому женщины, говорит, крепитесь, мужайтесь, еще все впереди. Вот. Я своими глазами видел массу-массу интересных людей в разных компаниях, топ-лидеров с такими деньгами сумасшедшими. Я тогда приехал, собственно говоря, и я не понял всего тогда, что мне рассказывали. Наверное, очень маленькую часть. Поэтому продолжал делать очень-очень много ошибок. Работал в разных компаниях. Не так уж прям сильно много, но поменял кое-что. Там в одной, второй, в третий прошел их. Вот. И вот уперся в одну интересную вещь. Я уперся в то, что системы, построенные на том, на жажде зарабатывания денег, на предложении зарабатывать деньги, они нестабильны. Я их строил 10 лет. Их можно быстро строить, но их абсолютно невозможно держать. И мы стали искать совершенно другую компанию. Из одной этой простой мысли нам понадобилась компания, в которой совершенно другая продукция. Продукция, которая нужна не дистрибьюторам для выполнения маркетинг-плана, а продукция, которая будет нужна потребителям, которые чихать хотели на сетевой маркетинг. И так странно оказалось, мы перебрали все возможные компании, что Коралловый клуб оказался один, единственный. Кто думал о потребителе, о потребителе, который не в системе, даже не в маркетинге. И даже для него сделали, чтобы он там что-то в маркетинге еще даже и был. Особо об этом даже и не догадываясь. Но продукт, который был бы задуман для людей, а не для извлечения комиссионных, потому что есть продукты, намного более удобные для дистрибьюторской работы. У нас, если вам сказать честно и откровенно, не очень удобный для дистрибьюторской работы продукт. Но для человека лучше мы не нашли. Вот для своей мамы, для своего ребенка мы на рынке ничего лучше не нашли. Мне Коралловый не нравился страшно, честно вам скажу. Где-то в 2001 году я первый раз о нем узнал. В 90, даже еще в 97, по-моему, году, или 98 году, кто-то принес бутылочку с алкомайном. Я еще думал, нифига себе ерунду, песок бросили, думают, что вода поменялась. И еще это собираются продавать. Мне говорят, попробуй. Я попробовал такой же вкус, говорю, чушь собачья. Отставил. А в 2001 году я наткнулся на… Мы же лидеры, мы же там деньги зарабатываем, мы профессионалы, успешные. Ловим какого-то сетевика, оказывается, он говорит, я сетевик из Кораллового клуба. Мы говорим, хорошо, и начинаем его спрашивать по бизнесу. Он говорит, я в бизнесе не понимаю. Но у меня есть спонсор, который понимает и может рассказать тебе маркетинг-план. Я говорю, так ты сетевик? Он говорит, да. А что ж ты в маркетинге-то не понимаешь? Он говорит, а зачем? Вот ты знаешь строение клетки? Я говорю, нет. Он говорит, а тут зря. Он говорит, вот ты можешь жить без строения клетки, я могу жить в бизнесе без знания маркетинга. Я говорю, хорошо, давай сюда своего спонсора. Спонсор приходит, я говорю, вы могли бы ответить на эти вопросы? Он говорит, я нет, что вы. Вот у нас есть еще спонсор, совсем крутой, совсем с деньгами. Мы вас с ним познакомим. Приходит третий. Я говорю, у меня вопросы по маркетинг-плану. Он говорит, а, это не ко мне, это в Москве есть там парень. И хуже всего, сейчас трое были врачи. Я сразу понял, что за компания. Думаю, не нужна нифига. Было у меня одно светлое пятно, это Дима Тетерин. Да, да, да. Абсолютно позитивный человек, море энергии. Он как-то меня держал. Ну, в таком виде, то есть я понимал, что нормальные люди все-таки есть в Кораллом Глубе. Где-то. Ну, один, по крайней мере. Я больше остальных пока не знал. Но тут мои пообщались с Димой. И я думаю, ё-ка, ль-бай-бай. Я говорю, вы хоть спросите, как они работают? Без знания бизнеса вообще, сетевого. И кто-то там из моих Диму спрашивает. Дима говорит, какие у вас методики работы? Дима, я правду скажу. Ты меня аж извини. Дима говорит, у нас есть потрясающая методика работы. Берём плакат, наклеиваем фотографии то, что паразиты. И идём в переход. Но мои же грамотные, они говорят, а ещё методики по бизнесу есть. Это как бы продукта продвинет. А по бизнесу? Он говорит, а по бизнесу есть методика. Берёте лист, наклеиваете фотографии с паразитами и идёте к танку в парк во время праздника. Кто-то себя вспомнил. Я говорю, ну понятно, продукт это заинтересует, люди продуктом заинтересуются. А бизнес как строится? Там работа с лидерами. Ну, берёте лист. Ну, короче говоря, мне когда это рассказывали, мы тоже так же смеялись всем. Думали, ну ладно, как-то ж, ну там, ну чё, жалко, пускай люди работают. Работаете вы, работаете. Я вас больше не слышу, не знаю. Марина Яковлевна, кардинально изменила мнение. Когда я познакомился с этой женщиной, я ещё не был в кровавом клубе, я понял, что с кровавым клубом всё хорошо, если такие люди стоят в рулях. Умнейшая женщина, напор, энергия. Я думаю, ну слава богу, есть человек, который знает маркетинг-план, понимает, умеет вести людей, обучать, развивать. Думаю, ну хорошо, один есть. И, собственно говоря, когда я стал знакомиться дальше с людьми, вы же помните, принцип-то очень простой. Найти лучшего мальчика, кто лучший, смотреть, что он делает, делать в два раза больше, и рано или поздно станешь лучше, чем его, правильно? Ну, значит, оказалась девочка, у вас оказалась девочка, Ира Гейр, нашёл, посмотрел, смотрю, что делает. Вот, я так всегда вот выискиваю, кто развивается, как кто стабильно развивается там и так далее, и так далее. Очень благодарен Ольге Алексеевне, мою организацию лидерскую всю перевернула, хоть объяснила, что продукт тоже важен. Люди стали воду пить. И я теперь пью, не удивляюсь, что вкус тот же самый. Мутная слегка, потому что им киргидрина подсыпали. Но это так, чтобы вы меня слышали. Но сегодня опять выступила. Хотел пойти кофе попить. Думаю, нет, теперь после выступления надо воду попить. Слушайте, мне нравится, как она безапелляционно говорит прям. Вот хоть бы раз сказал, Луконин, ты гений. Я бы поверил в себя. А так вот, говорят мне обычно совершенно другие вещи. На самом деле, я человек, который мне многие говорят, ты сначала семь раз режешь, а потом уже ни одного раза не меряешь. И так далее. Я сначала делаю, и потом все равно не думаю, опять делаю. Мне так проще. Для меня опыт намного важнее, чем знание. Потому что со знаниями все хорошо, тем более в коралловом клубе. Людей, которые, как вчера сказали, знают больше, чем Альберт Зерпроколоваду, у нас в зале здесь после Ольги Алексеевны, наверное, половину. Мне бы вот опыт, для меня он гораздо важнее. У меня, по-моему, уже все. Вот. Вы знаете, я, честно говоря, я не хотел бы вам заканчивать на такой позитивной ноте. Потому что после меня столько позитивных людей будет. Мне, кстати, вот ужасно нравится то, что происходит. Во-первых, представьте, это первое зальное событие в коралловом клубе. И оно мне страшно нравится. Вы знаете, я даже не почувствовал, честно говоря, что оно же зальное. Мы как-то так плавно из залов где-то переместились. Единственное, вот с народом как бы побольше пообщаться. А так, мне очень нравится все так. Мы такие все добрые. Чувствуется, не лидерская компания. Такие все прослабленные, добрые, позитивные. В лидерской компании уже давно бы набили пару охранникам. Хотя уже проявляются остатки лидерства. Мужиков из туалета выгнали опять же. Вот. Ну, как услышали, что полтора литра должно выходить. Так и, собственно говоря, пошли мерить. Вот. Есть проще. Вы полтора выпьете, оно выйдет полтора. Вы мерите, сколько вы пьете. Потому что многие ходят в коралловом клубе с такими бутылочками, с которой я вышел. Я просто вышел с такой. А некоторые с такой везде не ходят. Типа, каждый раз прикладывается к коралловому клубу, но полтора литра не добирает. А судя по... Ну, некоторые люди еще не выглядят так, как выглядит Ольга Бутакова. У них есть запасы воды. Как мы здесь узнали. Кстати, если вы меня помните, когда я пришел в коралловый клуб, я на 20 килограмм меньше запасов сделал. В коралловой воды. Она есть. Уже можно не запасаться. Вот. И еще я дальше готовлюсь к Шри-Ланке. Кто, кстати, еще собирается готовиться к Шри-Ланке? Есть несколько товарищей, которые собираются к Шри-Ланке готовиться. Очень настоятельно рекомендую. Без вас, без вас, смотреть мартышек на балконе прыгающих будет скучно. Я вам точно говорю. Многих из вас, без вас там, без многих будет очень скучно. Сделайте одолжение, а? Поехали с нами в Шри-Ланку. Я вообще обожаю нашу компанию, когда вот Леонид Августович придумал март 2008 года. Просто гениальная вещь, представляете? Соберутся в одном месте те, кто развиваются. Те, кто растут. Представляете, что там будет за климат? Что там будет за драйв? Вот это для меня. Вот это я люблю. Вот это да. Так вот, чтобы не заканчивать на этой позитивной ноте, я скажу непозитивную вещь. И в общем-то я даже присоединюсь к Ольге Алексеевне по причине того, что у вас уже абсолютно все есть. Я вам скажу со своим опытом. Лучший продукт. Я не знаю, можно просто до земли поклониться создателям и производителям. Просто. Продукт, созданный для людей. Есть маркетинг-план, который создан для людей. Не для компании. Вы знаете, я очень долго не верил. Иногда меня до сих пор клинит. Я не верю, что бывают компании, которые думают о людях. Я много раз видел и в действии этот пример. Для меня слова, все говорят, что они замечательные. Все говорят, что они классные, что они думают о людях. Слова у всех одинаковые. Дела. Дела. Я видел, как много раз на тонких моментах поступал Леонид Августович, и Кадзар Меграбян, и Эрик Меграбян. Это люди, которые руководят нашей компанией. Как раз, сколько в разных моментах их сотрудники как себя вели. Ребята, это люди, которые сначала сделают для нас, потом подумают о своей выгоде. Это сумасшедшая вещь в современное время и в современном бизнесе. Я для меня, я говорю, до сих пор это колоссальная ценность, потому что для меня это стабильность. Стабильность, потому что я могу пережить многие вещи. Обманы, я не знаю, там, предательство, глупости, все что угодно могу пережить. Но наши обычные новые люди, потребители, простые новые люди, они ранимые очень. И если этики нету, ничего стабильного построить не удастся. Если нет продукта, ничего построить не удастся. Многие думают, что если вот быть, скажем так, как это, не нахальным, а таким, скажем так, уверенным, стремящимся вперед, думать только о себе, вы можете, даже не можете, вы преуспеете, вы заработаете, вы построите товарооборот. Удержать у вас не получится. У вас не получится это удержать. Вы будете работать все больше и больше с ростом организации. Она будет расти, а вам нужно работать будет не меньше, а больше. Я проходил все это. Поэтому я безмерно благодарен. Это не просто потому, что это хорошо, что люди этичные. Это бизнес понятие. Это стабильность. Качество продукта – это стабильность. Этика компании, этика, которая идет от руководства, это культура, которая идет от многих лидеров, которых я знаю, которых я очень люблю. Единственное, что я жалею, что пока все разрозненные. Разрозненные, но каждый по отдельности. Я знаю очень много людей, которые на первое место поставят точно так же, как и руководство компании. Интересы своих людей, только потом свои. В армии это ценилось очень высоко. Командир, который думает сначала о своих подчиненных, это настоящий командир. И лидер, который думает сначала о выгоде своих людей, а потом только о своих очках, своих квалификациях и по всем остальным, это настоящий лидер. Потому что лидер – это не погоны и не деньги. Лидер – это отношения, это надежность для своих людей. Мы их позвали, они нам верят. Это как дети. Мы не можем предать своих детей, мы не можем предать своих партнеров. И я хочу закончить на том, что в этом зале, на первых рядах и в вип-зоне сидят люди, у которых сто процентов можно этому учиться. Можно учиться тому, как думать о своих людях. Есть и другие, которые этого не делают. Но не забывайте, находите самого лучшего мальчика или девочку. Смотрите, что он делает. И у вас в вашей наставнической вертикали есть обязательно такие люди. Есть и те люди, которые здесь сидят, которые сначала сделают для вас, а потом уже подумают о себе. И они ищут таких людей, ищут. Дайте им желание с вами работать. Спасибо большое. Я вас всех люблю. Голодой мастер компании Алексей Луконин. Алексей Луконин. Молодой мастер компании.